В Славянском районе казачье общество насчитывает уже почти две тысячи человек. В их семьях растят будущее кубанского казачества. Традиционно в череде новогодних праздников на зимних каникулах казачат района поздравляет атаман районного казачьего общества. В этом году в подарок ребята получили приглашение на чудесную сказку, которую подготовил коллектив городского Дома культуры. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Работники городского Дома культуры приготовили прекрасное представление для деток казачьих семей, для внуков наших казаков, а также здесь будут детки из казачьих классов. Всего на сегодняшний мероприятие будет присутствовать 560 деток. На сказку казаки пришли с семьями в полном составе, чтобы вместе погрузиться в атмосферу детства и праздника. Спасибо, это организовала администрация, ну и, так сказать, наше руководство казачье, что я вот здесь со своими внуками, они еще раз увидят елку, наверное, Деда Мороза, деда посмотрят, так сказать, в казачьей форме. В начале мероприятия атаман славянского районного казачьего общества поздравил присутствующих с праздниками и отметил, что год от года численность казачества в муниципалитете увеличивается. Растет и количество детей, которые считают, что традиции и историю казачества нужно знать каждому жителю Кубани. Этому способствует и активная работа Союза казачьей молодежи, и поддержка, которую обществу оказывают администрация края и района. После короткого приветствия сказка спустилась в зал. Прекрасные костюмы, песни, танцы и интерактивные игры не давали скучать детворе, а динамичность и повороты сюжета до конца держали внимание зрителей. Добро в сказке, конечно же, победило зло. А юных зрителей в завершение мероприятия ждал еще и сладкий сюрприз от казачества и главы Славянского района. Анна Монастыренко, Мария Климова, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...